Добрый вечер! В эфире новости Курган.ру в студии Екатерина Соснина. Коротко о главном. Далматовский монастырь продолжит борьбу. Зауральская святыня вошла в десятку лучших на конкурсе «Россия-10». С заботой о лесах. Вложение в развитие деревообрабатывающей отрасли Зауральев в ближайшие годы составит 800 миллионов рублей. Обучение детей-инвалидов. 13 специальных образовательных учреждений работают по особым программам. Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха прошел итоговый марафон под названием «Наша цель-финал», посвященный голосованию за наш Далматовский монастырь в проекте «Россия-10». Голосование проходило с 10 до 12 по московскому времени. Организаторы решили провести последние два часа голосования в развлекательной форме. Для гостей праздника проводили викторины и конкурсы, а также разыгрывали призы от спонсоров мероприятия для тех, кто отдал свой голос за Далматовский монастырь. Стимулировать других горожан, рассказать им про эту акцию и привлечь дополнительные голоса вот в этом последнем финальном забеге. Стимулировать горожан не представляло труда. По признаниям самих участников, к голосованию подключились даже их мамы и бабушки. Привлечение к процессу не только подростков, но и целых семей, несомненно, сыграло свою роль в исходе голосования. Я попросил родителей, они сами знают, в этом родственники тоже голосуют. Участие в марафоне приняли творческие коллективы города, среди которых школа современного танца «Флэшмок» и школа танцев «Эскабика». Марафон поддержали и общественные организации «Молодая гвардия Единой России», «Российский союз молодежи», «Клуб проливых игр Орден» и «Военно-спортивный клуб разведчик». Откликнулись даже предприятия и организации города, которые выделили средства на проведение праздника. В течение марафона можно было предъявить подтверждение СМС, что ты действительно проголосовал и получить приз от спонсора. Кроме того, что голосовать, можно еще получить какие-то выгоды для себя, на самом деле. И еще плюс в этом мероприятии в том, что взаимодействие происходит у нас разных организаций на одной площадке, и пропаганда такая правильных поступок, как можно так сказать. В конце марафона ввелся обратный отсчет последних секунд голосования, который завершилось в 14.00 по местному времени. Вместе с ведущим горожане огласили результаты конкурса. Далматовский монастырь занял 10-е место во втором туре проекта «Россия-10». Софья Приз, Евгений Иремеев, информационное агентство «Курган.ру». Завершился второй этап голосования в проекте «Россия-10». Мобилизовав все силы, более полутора миллионов курганцев отдали свои голоса за Далматовский Успенский монастырь. И в последний день смогли поднять его на десятую строчку рейтинга. Таким образом, зауральская святыня перешла в третий этап проекта, который начнется 1 сентября в 12.00 по московскому времени. Напомним, 25 марта стартовал мультимедийный проект «Россия-10», целью которого стало поддержание устойчивого интереса к нашей стране, как к объекту туризма, рассказ об уникальных географических, архитектурных, исторических объектах России, формирование в регионах новой волны геопатриотизма. Популяризация величайших памятников архитектуры и природы позволит подчеркнуть многогранность и самобытность России. Десять новых визуальных символов России, выбранные посредством общенародного голосования, будут использованы при создании в Московской области ландшафтного парка России. Накануне в Челябинске прошла четвертая межрегиональная агропромышленная выставка. Уральского федерального округа. Свою продукцию на ней представили аграрные и животноводческие хозяйства, перерабатывающие пищевые предприятия, научные институты и представители малых форм сельского бизнеса, Курганской, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Гималаненского автономных округов. Нашего региона в выставке принимали участие мясоперерабатывающие предприятия «Велес», зауральские напитки, агрофирма «Боровская», «Белый яр», «Хлебокомбинат номер один», «Молоко за Уралье», «Мясокомбинат стандарт», «Мишкинский продукт», «Золотая рыбка», «Молоко катайское» и «Курганская сельскохозяйственная академия» имени Терентия Семеновича Мальцева. «Мы здесь представляем свою продукцию вместе со всей Курганской областью». «Пойдем, поднимаем». «Дополнительно мы показываем, что мы можем в нашей территории, в нашей регионе». «А как же быть вот с этим мальчиком?» «И можем немалое на самом деле». Несмотря на неблагоприятные погодные условия, Курганская область в этом году обеспечит себя зерном на 170%. Картофелем на 200%, овощами на 130% нет проблем и с заготовкой кормов для животноводческих предприятий. Только первый Курганский хлебокомбинат в сутки производит 200 тонн хлебобулочных изделий. Зауральские сельхозтоваропроизводители добились некоторого успеха и в сотрудничестве с крупными сетевыми компаниями, отметил Олег Богомолов. «Наши сельхозтоваропроизводители и наша переработка сегодня находятся в тендеме и сегодня создают свои сети. Компания «Велес» сегодня имеет свои магазины, Катайское молоко имеет свои магазины, Курганский молкомбинат имеет свои магазины, комбинат «Белый яр» имеет свои магазины. Поэтому они обходятся без посредников и продукция сегодня их известна. И за счет этого они увеличивают объемы производства. Если бы не брали продукцию, производство бы замирало. После посещения выставки состоялось заседание совета, на котором главы регионов и специалисты аграрного сектора рассмотрели вопросы хода проведения уборочной кампании, а также деятельность органов государственной власти субъектов Уральского федерального округа по исполнению госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. В целях поддержки сельского хозяйства в этом году государство выделит дополнительные ассигнования в размере 42 миллиардов рублей, сообщил Игорь Халманских. При этом работа по переходу производства к условиям ВТО должна вестись и на местах. Нами инициирована работа по подготовке концепции адаптации агропромышленного комплекса Уральского федерального округа к условиям ВТО. Прошу вас обратить внимание на региональный аспект данного документа. Также важным моментом является эффективность использования бюджетных средств. Из 19,6 миллиардов рублей запланированных в округе на поддержку АПК и из концентрализированного бюджета по итогам 7 месяцев освоено 9,8 миллиарда или 50% от плана. Глава Зауралия отметил, что за прошедшие 7 месяцев по сравнению с прошлым годом объем финансирования и инвестиций в агропромышленный комплекс Зауралия увеличен. На сельское хозяйство региона направлено 727 миллионов рублей. На эти деньги фермеры закупили технику, рассчитываются с кредитами, рост зарплаты в хозяйствах области составил 17%. Особое внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования, а также социальному обустройству сельских территорий. В этом году Зауралия приступила к реализации второго пилотного проекта комплексной компактной застройки в селе Восточное Чистоозерского района. В рамках представленной нашему региону федеральным правительством возможности в Курганской области планируется создать восточную зону с агропромышленной специализацией на базе мясокомбината «Велес» с убойным цехом производства по переработке молока и собственным элеватором. Однако все это требует значительных инвестиций и поддержки со стороны государства. Оксана Савакова, Виталий Грызлов, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру». Накануне Курганская областная дума собралась на внеочередное заседание. Внеплановый выход с каникул произошел из-за необходимости принятия во втором чтении закона о правовом регулировании отношений в сфере образования. В частности, речь шла об оплате за детские сады. Из-за вступления в силу федерального закона об образовании с 1 сентября порядок выплат меняется. Если раньше родители выплачивали за присмотр по фактической плате, то сейчас компенсацию они будут получать по средней и средней по региону. Сумма на сегодняшний день составляет 1400 рублей. В районах цифры другие. К примеру, в Чистоозерье средний размер оплаты составляет 700 рублей. Однако при утверждении нового порядка выплат компенсации ее уменьшение не допустят. Город Курган, город Шадринск и другие муниципальные образования, где, если мы напрямую возьмем норму этого закона, получится так, что они будут получать компенсацию меньше, чем получали до этого. Мы смотрели опыт регионов, достаточно много, полтора месяца мы работали с этим механизмом, чтобы он был удобен для нашего населения. И пришли к следующему выводу. Будет установлен средний размер по каждому муниципальному образованию и городскому округу. И то есть мы получаем ситуацию, которая была на 1 июля 2013 года. Муниципальные образования будут самостоятельно устанавливать размер родительской платы. Любовь Бабкова заверила, что плата, установленная на сегодняшний день, не изменится в течение следующего года. День города глазами пользователей социальной сети Instagram. Необычный для Кургана фотоконкурс завершился торжественным награждением. Узнать, как курганцы встретили день рождения города, смогла и наша съемочная группа. Как я встречаю день города. Фотоконкурс под таким названием торжественно финишировал в библиотеке имени Маяковского, где собирались все, кто удостоился победы за лучшие снимки. У меня сегодня такая приятная миссия. Я могу от имени главы города Кургана, от имени руководителя администрации города поздравить самого активного участника конкурса. Почетное звание самого активного участника получила Анастасия Стародумова, которая в течение всего дня города неустанно фотографировала все, что на ее взгляд было достойно остаться в цифровой истории города. И только праздничный салют остался за кадром, признается Настя. Проект очень интересный, на мой взгляд. Он очень новый для Кургана. И как только я увидела в контакте объявление про приглашение участия в конкурсе, конечно, сразу решила попробовать. Мне это интересно, потому что я люблю Instagram. Мне, в принципе, по профилю работы интересны социальные сети. И такой необычный опыт можно было получить. Это первый проект такого рода в Кургане и один из первых по всей стране. Прародительницей фотоконкурса стала группа в социальной сети ВКонтакте «Курган Инстаграмный», идея которой приглянулась инициатору проекта Дмитрию Хапову на молодежном форуме «Утро». В этом году такую идею помимо Кургана решили реализовать в Москве, Костроме и Саратове. Символично, что новая традиция зарождается в Заурале именно в день рождения города. В нашем фотоконкурсе приняло участие 30 человек. Они разместили 208 фотографий. Для первого раза мы считаем, что это хороший результат. И надеемся, что в будущем конкурс будет жить. Он станет новой традицией в городе Кургане, в день города, такую молодежную идею реализовывать. Снимки были интересными и в полной мере отразили суть празднования Дня города, признаются организаторы конкурса. На фотографиях можно наблюдать не только центральную площадь, где проходили основные торжественные мероприятия. На кадрах ленты «Инстаграм» с хэштегом «Курган» оказались и городские пейзажи, и забавные фото курганцев, и городские памятники культуры. В следующий раз фотоконкурс планируется провести не только в «Инстаграм», но и в других социальных сетях. Софья Приз, Дарья Федерягина, Никита Мухин, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». Для студентов Курганского базового медицинского колледжа начало учебного года совпало с новосельем. На торжественном открытии побывала и наша съемочная бригада. Будущие медики за Урали переехали в новое здание в микрорайоне «Заозерный». На протяжении десятилетий учиться студентам приходилось в приспособленных помещениях, расположенных в разных частях города. Это создавало трудности для качественной организации образовательного процесса. Теперь впервые почти за свою 80-летнюю историю студенты медколледжа соберутся под одной крышей. Это одно из старейших наших учебных заведений среднего профессионального образования. В 1936 году в стране создавалась единая система медицинского образования. С этого времени начинается история и отчет времени жизни нашего колледжа, в котором учились представители многих поколений медицинских работников нашей области. С колледжем связаны многие известные имена в медицине нашей области. Гавриил Абрамович Елизаров проводил здесь практический курс по хирургии. Яков Давыдович Витебский читал лекции и участвовал в заседаниях педсовета. Давид Яковлевич Спектр преподавал патологию и внутренние болезни. Колледж гордится своими выпускниками. Нынешний директор одна из них. Татьяне Дзюк предстоит открыть новую страницу в истории одного из старейших учебных заведений региона. Я нас всех глубоко поздравляю. Значит, наше устройство здесь началось. Значит, ну и благодаря подарку Олега Алексеевича, благоустройству, я думаю, что в ближайшее время мы эти все деньги благополучно потратим на благо образовательного процесса на четвертый этаж. Гости, пришедшие на праздник, прошли с экскурсией по кабинетам. Однако самыми строгими контролерами стали учащиеся, которым предстоит получать образование в стенах новой альбоматор. Надежда Денисова, студентка первого курса по специальности лабораторная диагностика, говорит, что всегда мечтала стать медиком. Через четыре года планирует работать в одной из курганских больниц с лаборантом. А вновь еще не было? Была не один раз. Очень удобно, хорошо. Столовая, буфет, актовый зал, спортивный зал. В этом году колледж занял второе место в рейтинге образовательных учреждений Курганской области. Новый учебный год начнут 638 студентов-очников и 136 человек на вечернем отделении. Светлана Епифанова, Александр Киселев, информационное агентство Курган.ру. Сегодня 97% всей лесной площади Курганской области переданы в аренду пользователям. Ежегодные затраты арендаторов на выполнение лесохозяйственных работ составляют более 300 миллионов рублей. В Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды озвучили цифру, которую пользователи предполагают вложить в деревообрабатывающую отрасль. До 2018 года она составит 800 миллионов рублей. Долгосрочные арендные отношения гарантируют должный уход и надзор за лесами, а для арендатора это возможность перспективного развития лесопромышленной деятельности. В Департаменте природных ресурсов считают, что работы по заготовке древесины ведутся в достаточном объеме. В среднем годовой показатель равняется полуторам миллионов кубометров. Для обеспечения собственных нужд граждан в древесине в текущем году заключены 243 договора. Организация образовательного процесса для детей-инвалидов, имеющих тяжелую и глубокую степень умственной отсталости, находится под постоянным контролем чиновников области. Этот вопрос рассмотрели на заседании Совета при губернаторе Курганской области по делам инвалидов в четверг, 29 августа. Дети школьного возраста с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ранним детским аутизмом, умственной отсталостью обучаются в 13 государственных специальных образовательных учреждениях по особым программам. Так, в Штадринском доме-интернате для умственно-осталых детей внедряется программа «Особый ребенок». Она составлена с учетом умственных и возрастных особенностей детей. Программа позволяет освоить таким детям коммуникативные модели поведения. Для каждого класса разработан примерный перечень знаний, умений и навыков, которые могут быть сформированы у учащихся. Главная цель, чтобы ребята получили практические жизненные навыки. В Заурале ежегодно проводится более 12 спортивных мероприятий, в том числе 5 комплексных спартакиад среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В учреждениях дополнительного образования работают 35 учебных групп, в которых занимаются 550 человек. В числе видов спорта наиболее популярных у данной категории жителей Курганской области – баскетбол, греко-римская борьба, дзюдо, легкая атлетика и другие. Пожар на улице Карбышева. Накануне там загорелся торговый дом «Застройка». В 14.40 на центральный пункт диспетчера пожарной связи поступило сообщение о возгорании металлического ангара, размерами 12 на 5 метров, в котором осуществлялась продажа строительных материалов. Это лакокрасочные изделия, отделочные и другие горючие материалы. К месту вызова было выслано по повышенному номеру 4 автомобиля, основных специальных пожарной техники. В данный момент ведутся работы по ликвидации возгорания, разборка конструкций и выяснение причин пожара. Они всегда на виду. Именно их мы ежедневно видим на улицах. 2 сентября исполнится 90 лет со дня образования патрульно-постовой службы подразделения, которая обеспечивает порядок на улицах городов и поселков. История ППС началась еще с 1804 года, когда по распоряжению первого министра внутренних дел Российской империи Виктора Кочубея была введена внешняя часть полиции. Со временем структура МВД претерпела значительные изменения, но подразделения патрульно-постовой службы существовали во все времена. Служба в подразделении ППС тяжела и ответственна. Каждый день приходится сталкиваться с нелицеприятной стороной нашей жизни. Куличными бродягами, пьяной или находящейся под наркотиками молодежью, испуганными потерпевшими, которым нужна немедленная и действенная помощь полиции. И они ее получают ежедневно. На днях в Заозерном микрорайоне наряд ППС задержал жителя Китовского района, которому приглянулись колеса стоящего во дворе авто. Подъезжая к месту совершения преступления, мы заметили, как молодой человек находился возле автомобиля ВАЗ-21099. Он успел открутить только болты с колес, сами колеса не успел снять. Задержать злоумышленника одно, другое не допустить совершения преступления. Именно для этого пешие автомобильные наряды ежесуточно курсируют по улицам Кургана. Ведется профилактика, получается. Ночью объезжаем, проверяем людей, подозрительные автомобили, которые передвигаются по дворам. Бдительность полицейских помогла найти сотовый телефон, который житель областного центра украл у пациента одной из городских больниц. Жажда легкой наживы привела вора на центральный рынок, где он стал предлагать прохожим купить мобильник. Покупатели подошли в погонах. Он говорил, что это мой телефон, документы у меня дома или там где-то у тетки. Разные истории придумывал. Конкретно он еще пояснить не смог. Поэтому, чем вызвал самое подозрение основное. Прибыв в отдел, данный телефон у него был изъят в присутствии понятых. И передан в дежурную часть, где уже в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что данный телефон был несколькими часами ранее украден. Сегодня общественный порядок. В Кургане охраняют более 300 сотрудников патрульно-постовой службы. Это самое большое строевое подразделение в структуре управления внутренних дел. Направления работы самые разные. Это и охрана правопорядка, и пресечение преступлений, и работа с несовершеннолетними. Только за текущий год сотрудники ППС раскрыли 192 преступных деяния. Больше 20 грабежей, 15 краж, 8 сбытов наркотиков, 19 тысяч административных правонарушений и задержали 27 человек, находящихся в розыске. Первые попадают, так сказать, на передовой, в борьбе с преступностью, принимают решения, где-то задерживают, пресекают правонарушения. Как правило, контакт со стражами правопорядка возникает в ситуациях не самых счастливых, но к работе нарядов курганцы относятся с пониманием. По-всякому бывает. Но чаще всего спокойно, адекватно реагируют на это, что просто предоставляют свои данные. Если нет документов, просто называют свои данные, что их проверяешь. Но агрессия редко встречается. Это уже там, когда человек может в состоянии опьянения находится. Как и сотрудники других структурных подразделений, практически все полицейские ППС, а многие неоднократно, в составе сводных отрядов выезжают в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. За службу в горячих точках многие из них отмечены государственными наградами и поощрены руководством ОМВД. Оксана Савакова, Александр Менчиков, Евгений Еремеев, информационное агентство Курган.ру. О чем пишут газеты, интернет-сайты Курганской области, смотрите далее в нашей рубрике «Печатный вестник». Укращая стихию, читаем заголовок в областной газете «Новый мир». Шесть сотрудников ГИМС МЧС России по Курганской области вылетели в Дальневосточный округ для оказания помощи в ликвидации последствий паводковой ситуации. В настоящее время они базируются в поселке Приамурье в 15 километрах от Хабаровска. Сотрудники задействованы на берегоукрепительных работах на реке Амур в поселке Тельмана. Кроме того, со стороны Курганской области Дальневосточному округу оказана финансовая помощь в размере 300 тысяч рублей и материальная поддержка в виде спецснаряжения и оборудования. В Шатринске пройдет межрегиональная научно-практическая конференция для социальных работников, сообщает сайт правительства области. В геронтологическом центре «Спутник» 29 августа специалисты обсудят стратегию развития учреждений социального обслуживания населения в современных социально-экономических условиях. В этот день представители власти, ученые, руководители и специалисты органов и учреждений системы соцзащиты населения из Курганской и Тюменской областей обсудят актуальные вопросы в сфере развития отрасли, узнают о новых технологиях социального обслуживания населения и практике создания моделей клиентоориентированного подхода, поделятся опытом проведения мониторингов и способами привлечения внебюджетных средств. В Кургане упрощена процедура государственной регистрации прав собственности, пишет газета «Курганы Курганцы». Теперь для государственной регистрации прав на здания, сооружения, помещения или объекты незавершенного строительства, ранее поставленными на технический учет в Росреестр, не нужен кадастровый паспорт. Эти меры позволят сократить сроки оказания услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету. Если во время процедуры регистрации прав у вас все же требуют кадастровый паспорт, Об этом нужно сообщить по телефону справочной службы Росреестра 64 1009. С помощью полученных сведений о нарушениях в управлении смогут проконтролировать введение нового порядка регистрации прав собственности, а значит повысить качество оказываемых государственных услуг. Агенты в городе. Молодая гвардия продолжает контролировать продажу алкогольных напитков несовершеннолетним. На очередном рейде в восточном микрорайоне побывал наш корреспондент. 17-летний юноша только что купил в местном магазине банку пива. Продавцы оправдываются и доказывают полицейским, что выглядит покупатель минимум на 25. У них даже не возникло подозрения, что молодой человек не имеет права приобретать алкоголь. Служие, все, которые подозрители, у всех требуем паспорта. Сейчас уже все, все наши, которые уже... А, то есть вы свои знаете, что если они постоянные, то можно... Все ходят с копиями. Подобные рейды – инициатива молодой гвардии. Контрольные закупки молодежь совершает в разных районах города. Мы следим за точками, различными магазинами по городу и области. Смотрим за лицами, которые покупают алкоголь. И смотрим, есть ли им 18 лет, на наш взгляд. Если им нету, спрашиваем документы или вызываем наряд милиции. Иногда агентами становятся сами молодогвардейцы. Не достигшие совершеннолетия активисты пытаются купить алкоголь и, как только им это удается, вызывают полицию. Сегодня к нам в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в магазине по улице Гагарина 41А продают спиртные напитки несовершеннолетним. По данному факту мы выехали и факт подтвердился. Продавец будет привлечен к административной ответственности. Материал будет направлен в мировой суд для рассмотрения. В месяц молодая гвардия проводит более 50 подобных рейдов. За август только в первом отделе полиции Кургана зарегистрировано 14 подобных правонарушений. Всем продавцам придется заплатить штраф в 5000 рублей. Константин Пчаков, Алена Анашкина, Александр Мельщиков, информационное агентство Курган.ру. Неожиданное прибавление. Курганская семья приютила потерявшуюся собаку. Пес, правда, очень скучает по своим хозяевам и ждет, когда они найдутся. Каждый день, спускаясь во двор, Бажина Туркина надеется найти хозяев, пришедшего к ней пса. В прошлое воскресенье в дверь квартиры позвонил сосед и сказал, что нашел ее собаку. И она причем интересна. Подъемник сразу идет за мной. И я понял, что это их, у них такая-то собака. Я понял, что это они. Подъемник в пятый этаж. Она раз, и входит к ним в квартиру. Когда выяснилось, что питомец Туркиных спокойно спит в комнате, пришлого пса вернули обратно во двор. Однако, через некоторое время он снова оказался под дверью Бажины Вячеславовны. После этого выгнать его у хозяев рука не поднялась. Конечно, этот пес скучает, ждет хозяина. Либо старого, либо нового хозяина. Очень хороший, ласковый, добрый, приученный ко всему, ухоженный. Конечно, тоскует. Во время прогулок Туркины общаются с другими собачниками в надежде, что кто-нибудь знает, чей это пес. Оставить у себя его они не могут. Проблема в том, что не очень хорошо два мальчика уживаются. Может быть, мы бы и оставили их вдвоем. Но делят сферы влияния. Если кто-нибудь из курганцев захочет взять дворняжку в добрые руки, звоните по телефону, который вы видите на экране. Юрий Пестерев, Алена Анашкина, Никита Мухин, информационное агентство Курганру. На сегодня это все новости. Впереди реклама и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Мы собрали для вас великолепные канцтовары лучших производителей. Все это красиво, модно и удобно. В магазине канцтоваров Гроссхаус. Колина Година, 105. Курган встречай с 5 по 15 сентября в Заозерном. Цирк «Але» нам в 20 лет. К юбилею приглашены призеры различных цирковых фестивалей. Не пропустите. Встречайте новый Телесемь. Читайте в новом номере журнала Телесемь. Как звезды отправляют детей в первый класс. Телесемь в гостях у Светланы Пермяковой. Сколько зарабатывают самые красивые модели. Новый номер Телесемь читайте с 28 августа. Покупайте Телесемь в магазинах «Метрополис», «Магнит», «Красное и Белое» и в сети «Ното». Воровство пресечено. Плохая дисциплина устранена. Няня под наблюдением. Имущество под контролем. Соседи не беспокоят. Курьер «Сателлайт». Системы видеонаблюдения. Много задач – одно решение. БК «Недвижимость». Умное решение. Все смотрят СТС. Используй это. Подай объявление в горячую рекламу на телеканале СТС на точках приема объявлений. В салоне оптики «Аквилон» с 1 июня финальная распродажа коллекции 12-го года. В салон оптики «Аквилон» Кирова 79. Хорошо проводишь лето. До 15 сентября поделись своими впечатлениями в разделе «Школа» на сайте Курган.ру и получи приз. Конкурс «Как я провел лето» в самом разгаре. Хорошо провел лето. Получай призы за это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Температура днем плюс 17-20. В Кургане ночью переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха плюс 9-11. Днем в Кургане переменная облачность, местами пройдут дожди. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19. Атмосферное давление будет слабо падать. 31 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!